ДОНЕЦКИЙ МУЗИКАЛЬНИЕ Драматический театр, спектаклем «Женитьба» по пьесе Гоголя открыл 88-й театральный сезон. Как и ожидалось, в зале был полный аншлаг. Сегодня мы с вами присутствуем на открытии первого республиканского турнира по бильярду среди молодежи. Ребята, в подвале сидит 400 человек. Какие цветы, какой Донецк, какой хорошо. Тут в любой момент тебя могут избить, как вот этого человека. Вы можете попасть под шальную пулю, выпущенную одним из боевиков во время разборок или развлечений. Для боевиков оружие не смертоносная вещь, а скорее игрушка. Когда выходит хлопец из маршрутки, и в него выпадает этот пистолет из кишени, он его достает, а с другого плеча сваливается автомат. Не стоит напоминать, что оружие как в Луганске, так и в Донецке, да и на всей подконтрольной террористам территории полно. Зброю мая кто завгодно, кто хотел, кто ее отримал. Достаточно было прийти до СБУ, взяти зброю и робить с ней все, что завгодно. Автоматы и гранаты тут выдают, как сухпайки. Кстати, о продовольствии. Людям есть уже практически нечего. Магазины разграблены, запасы иссякают. На человека 300 грамм гречки, 50 грамм подсолнечного масла и два пакетика чая. Все это больше похоже на сюжет постапокалиптического фильма. Но это действительность. Действительность жизни в террористической организации Новороссия. Это изоляция. В прошлом культурный центр Донецка. Тут проходили выставки и презентации. Искусство спасет мир. Как красота спасает, так и искусство. По-моему, вот то, что здесь есть и коломые представители из Киева, и мы здесь, это уже само за себя говорит, что мы готовы объединяться, и политика нам не мешает. Забудьте. Сейчас это в прямом смысле слова – изоляция. После захвата территории фонда представителями ДНР, первым делом его ограбили. Там теперь есть тюрьма. И там прямо в этих складах находятся заключенные, которые едят картошку гнилую, которые едят какие-то хлеб с плесенью им отдают. Еще одно не менее ужасающее место пыток – здание СБУ. Я общался, наверное, уже с десятком человек, которые выходили из подвала СБУ, где раньше хранились документы СБУ, такие бункеры там. Там вот прям люди лежат внизу штабелями, на каких-то там, если у кого-то есть, какое-то покрывало – хорошо. Но в основном этого ничего нет. У меня один знакомый хотел жизнь самоубийством покончить прямо там и порезал себе вены прямо там. То есть это то состояние, которое описывает ситуацию, атмосферу в этих концлагерях фактически. Попасть в описанный от легко – не так сказанное слово, криво брошенный взгляд, нарушение даже самых элементарных правил. Что происходит потом? Человек попросту пропадает. Они так их и называют – рабы. Там есть надзиратели в прямом смысле слова, которые следят, как эти рабы копают окопы. То есть это страшно, это реальный концлагерь, и я общаюсь каждый день с бывшими заключенными. Знаете, вот в ГУЛАГ, ГУЛАГ был в советское время, но мне кажется, даже в ГУЛАГ не попадает. По уровню жестокости, цинизма и отношения к человеческой личности, то, что сейчас происходит в Донецкой области. Вот если бы все те, кто попадал в подвалы, и они просто там работали, то это было бы огромное счастье. Но, к сожалению, там реально работающие люди, которые там искупают вину работой, их не так много. Остальные, конечно, искупают свою вину мучениями и мучениями страшными. Вот, и не хочется об этом говорить. Жизнь этого мужчины разделилась на до и после. Меня поймали на улице. Житель Авдеевки побывал в самом настоящем концлагере. Держали подвали, меня и людей еще там, ну, не знаю, ну, человек 10-15, и каждый день прибавлялось. Все эти люди стали рабами. Они копали траншеи и строили укрепления. Непокорение каралось смертью. Это не люди. Это энергия собаки полная и беззакония. Так, милосердия нету. Просто бьют, да, и полусмерть, и все. Ну, про забитые гвозди в колени, про пятки, выжженные паяльником, про раздробленные пальцы на ногах и иголки под ногтями на руках. И это не полный список кошмаров, которые творились и творятся до сих пор в террористических тюрьмах. Когда террористы только захватили Донбасс, по городам были распространены листовки с подробными указаниями, как действовать по отношению к противникам нового режима. Подготовьте списки военнослужащих украинской армии, участников Майдана, активистов гражданских формирований, а также лидеров национально-мельшинских общин для дальнейшей передачи работникам ФСБ. О нарушителях сообщайте в комендатуру военной полиции при войсках Российской Федерации. Несмотря на абсурдность правил и тому, что люди знают, какие мучения ждут человека в плену у террористов, многие действовали по этим правилам. Есть сейчас в Донецке такая, позвонить в ДНР, позвонить и спалить условного своего соседа, который слушает, он слушал через стену, радио «Свобода» или громадское радио, или что-нибудь такое, то же самое, что позвонить в милицию, донести на маньяка, который ребенка режет или девку молодую. Соседи, видимо, охотно тоже рассказывали все, что они знали обо мне. Это те, которые были настроены именно отрицательно к моей проукраинской позиции. Ко мне приехали в поисках украинских солдат, которых я якобы прятала под чьим-то доносом. Также меня обвинили в том, что я была наводчиком украинской армии, я клеила какие-то жучки на дома. Эту женщину знает не только вся Украина, но и мир. Ирина Довгань чуть не поплатилась жизнью за любовь к своей родине – Украине. Она всего лишь считала Донбасс частью Украины и не скрывала этого. Именно за эту Иру похитили. Сначала мучили в подвалах СБУ, постоянно угрожали изнасилованием, а потом привязали к позорному столбу посреди Донецка. Люди даже не сомневались, что я фашистка и что я убиваю детей, так как написано у меня на табличке. И они уже свое четко сформированное мнение выражали мне побоями, плевками, издевательствами, угрозами. Ирине удалось выбраться, но сколько людей все еще остаются в плену у террористов? Сегодня мы не знаем точно даже статистику пленных гражданских. То есть военных мы знаем сколько, а сколько гражданских никто не знает. Сидеть тихо и не высказываться – эта тактика тоже не гарантирует безопасность. На территории города постоянные перестрелки, постоянно кто-то кого-то убивает, постоянно трупы, постоянно слышны выстрелы и залпы. Татьяна не хотела покидать родной Донецк. Они с семьей даже готовили бомбоубежище во дворе дома. Но был один момент, который действительно стал переломным в нашей истории, который подтолкнул нас к принятию решения уехать из города. История одной семьи из Петровского района. Стоял дом, и посреди двора лежала вся семья. То есть погибла девочка 17-летняя, погибли ее родители, погибли еще родственники. И все эти трупы, они были во дворе. Я поняла, что, возможно, они вышли из дому, возможно, они искали во дворе укрытие, возможно, они хотели лечь в какое-то безопасное место, когда услышали бомбежку. Но, увы, судьба их решилась таким образом, что никто из них не выжил. На Сварде на тот момент, когда мы уезжали из города, она еще не входила. По всей видимости, это были ополченческие какие-то формирования. А как можно было в степное попасть? Ну, я не знаю, как можно было попасть. А там степное мирное или что там? Ну, там мирное, да. Три нашей хаты задели. В одной хате малые дети. Мне аж в жарки дает. Ну, факт остается фактом. Ладно, об этом никто не знает. Инфу пустили, что и б***ь укропы, б***ь. По-мирному. Вот, сейчас сразу скажу. Тут никто не застрахован, так уже сделали там. Это война. Они по своей внутренней пропаганде выдают, что это украинская армия стреляет по ним. На самом деле, это они друг по другу там стреляют. И все, кто там работают и живут на месте, все прекрасно видят это, как подъезжает газель и начинают обстрел с соседнего здания, прямо в центре города. Просто потому, что в этом здании размещается одна из конкурирующих бандгруппировок. На фоне всего рассказанного территории под контролем ДНР и ЛНР все глубже скатываются в гуманитарную катастрофу. Проблемы есть вот с продовольствием, с медикаментами проблемы. Киевский международный институт провел исследование потребностей жителей захваченных территорий. Результат – не хватает всего. Мы сравнивали потребности по трем группам – продукты питания, медикаменты и бытовые товары и предметы гигиены. По результатам исследования оказалось, что наиболее сложная ситуация с медикаментами. Почти каждый второй опрошенный говорил о том, что не хватает необходимых медикаментов. Как правило, это успокаивающие сердечные препараты. То малое, что осталось в городе, продается по запредельным ценам. Это касается и медикаментов, и продуктов. И все это на фоне того, что деньги в регионе есть исключительно у террористов. С июня месяца в этом регионе не выплачиваются украинские социальные пособия. Ни пенсии, ни зарплаты бюджетника, ничего. То есть там хождение денежной массы ограничено. За что это? Ну, следующий этап – это бартер какой-то там. То есть они чем сейчас выдают гуманитарку? Они грабят птицефабрики, раздают по две курицы, живые по две курицы в руки раздают. Сейчас обсуждаются разные пути выхода из кризиса. Возможно, будут раздавать специальные карточки. То есть те люди, у кого есть накопления какие-то в банке, смогут рассчитываться в аптеках или в супермаркетах, там, где они работают. Рассчитываться таким образом, поскольку нет наличных денег. Выдача продуктов и медикаментов по карточкам. Что-то это напоминает, не так ли? Сдавать соседей, чтобы выслужиться или получить лишний кусок хлеба – все те же знакомые воспоминания. Трудовые лагеря – это уж точно что-то напоминает. Тут человеческая жизнь ничто. Вас могут украсть, отправить в концлагерь, заморить голодом, отобрать последние и даже убить согласно своим бандитским законам. Весь этот ужас – суровые будни Новороссии. Крошечная, маленькая площадь, изолированная от всего разумного, от цивилизации. Это называется ЛНР-ДНР.